Сейчас мы забрались в самый большой замок, называется Пиктус. Довольно трудный подъем для неподготовленных туристов, но не опасный. К тому же дорожка идет по красивому лесу, приятно пахнут растения. И наверху нас ждет полное удинение. Мы находимся в полном одиночестве, наедине с камнями, наедине со стенами. Замок огромный, действительно, большая крепость, сплошные развалины. Но можно различить, где были казармы, где водные цистерны, где стояли лошади. Там далеки вход, скажем так, жилые помещения, где жили хозяева замка. И вот этот дворик, где велась повседневная жизнь. Тут были военные, тут была цистерна для воды, тут были помещения, скажем так, амбары, где хранились припасы. И кое-где еще можно подняться таким, можно сказать, лестницам или камням на самый верх. В некоторых местах довольно опасно. Так что вся ответственность лежит на самих посетителях и посмотреть, представить себе условия жизни с раннего средневековья. Тут-то нет ограждений, предупреждающая надпись только в начале визита. Прозумевается, что у людей, скажем так, достаточно благоразумия, чтобы не лезть в самые опасные места, которых здесь предостаточно. Тем не менее, можно пролезть на крепостные стены, можно подняться на сторожевую башню. Внутри не очень сильный ветер, но снаружи ветер дует. О, тут вылетают из гнезд птица. Как раз мы кого-то сейчас стыкнули. Уже все птенчики из гнезд вылетели, но гнезда остались. И вот это как раз место, как-то торжевая будка в стене. Вот окошко, через которое наблюдали за окружающим миром, скажем так. А вот под окошком как раз туалет той эпохи. Кто-то уже попользовался, но мы не будем. И вид из туалета тоже довольно красивый, прямо на скалы. Здесь кто-то вспомнил обитателей парка, крепости. Можно видеть ящерок, иногда даже змеи. Непуганные очень много птиц. Сейчас уже вечер, поэтому птицы укладываются спать, не поют. Но днем здесь довольно оживленно. И вот можно видеть один из проходов. Днем здесь очень тихо даже, можно сказать, страшновато, если находишься в одиночестве, да еще к вечеру. Неизвестно, кто может выскочить из-за этих стен. Вау! Ага! Это самый конец крепости. Точнее, один из концов. И вот тут вот можно видеть остатки окон. Когда-то здесь были балки. Вот это вот можно видеть отверстие. То есть вот был потолок. Было три этажа в этой башне. Естественно, уже ни балок, ни потолков не осталось. И вот отсюда посмотрим на окружающие пейзажи. Вау! Потрясающая красота. Леса, горы, узкие дорожки. Вот, сейчас смотрю, что нужно вылезти. Вот отсюда более-менее виден замок как бы со стороны. Подступы к нему. Вон там, далее, маленький поселочек. Вот даже видны прожекторы внизу, значит, его подсвечивают. Ночью очень красиво. Очень романтично. Ну и днем тоже романтично, но слегка жутковато. Наверняка здесь по ночам бродит привидение. Сейчас посмотрим. Может кого-нибудь увидим. Одного из привидений. Нет, пока все тихо. Сюда приезжает немного. Туристов, вероятно, испуганы подъемом. Но это один из немногих замков, а вероятно, единственный, где сделан доступ для инвалидов. Очень важно для людей в колясках, где на костылях, которые тоже хотят посмотреть, как жили, как оборонялись люди в ту эпоху. Это практически невозможно, потому что раньше как-то об инвалидах никто не думал. Так вот здесь, в этом замке, придуман подъем и есть место вроде лифта для людей в инвалидных колясках.